приветствую вас народ в игре произошел ребаланс некоторые танки из бонного магазина убирают некоторые добавляют время от времени я решил что пора обновить видео про лучшие прем танки из бонного магазина нужно понимать что я выбирал лучшие танки из тех которые там есть начнем мы станчиков пониже уровнями и потом доберемся до самого сочного до восьмерок открывает наши лучшие танки птшка 5 уровня м10 rbfm этот танчик забоны уже продается очень давно я думаю что многие уже затерли вода дыр тот кто любит играть в песке примерно стандартный урон на уровне 115 приличный дпм 2225 130 пробить и основным снарядом 170 специальным сведение 18 точность 037 все с этим танком в порядке единственное что нельзя назвать его прям быстрым или супер бронированным но с кустика расстреливать врагов в самый раз этот прям танк на пятом уровне гораздо выше среднего по статистике я считаю что если вы любите играться в песке играть 7 на 7 расстреливать ботов на автоприцеле пропускать часть акций поскольку большинство акций работает 6 уровня или выше и любите играть в песке на низких уровнях то вполне себе это угодный хороший танк следующий танчик 6 уровня и уже все акции мы на нем может зацепить и поучаствовать вопрос в другом выполним мы их или нет но в любом случае это тигр 131 по статистике он тоже гораздо выше среднего неплохая альфа 220 дпм 1883 пробитие стандартным 145 специальным 194 миллиметра 0 38 точность 2 и 3 сведения максимальная скорость 40 танчик вполне себе бодрый вполне себе годный из минусов у него очень плохая броня из плюсов он очень хорошо и бодро накидывает урон иногда нужно из-под тяжка из второй линии накидывать урон иногда придется и размениваться своими хп благо у нас их много поскольку мы тяжелый танк в целом танчик хороший но кривизну рук не прощает также у него еще неплохой обзор для фарма серебра самое то следующий танчик это уже поинтереснее это восьмерка на них можно побольше серебра конечно пофармить но перед всеми восьмерками скажу одно их будет 4 они все плюс минус по балансу одинаковые по статистике они все немного выше среднего но я бы не сказал что какой-то из них прям имба и на них на всех нелегко играть нужно прям стараться и уметь они все абсолютно разные и в каком-то порядке я их не расставлял кто-то лучше кто-то хуже каждый для себя выберет тот танк который ему лучше для его стиля игры для его понимания на мой взгляд эти четыре танка за баланс или примерно одинаково но они абсолютно разные поэтому для каждого из зрителей один из этих четырех танков будет казаться лучше чем остальные но у каждого он будет свой и первый танчик из восьмерок которые за бона я могу порекомендовать это хвк-30 это легкий танк который немного с упором на нанесение урона альфа 240 дпм 2000 пробитие основным снарядом 187 специальным 250 036 точность сведения 2 и 1 обзор 410 максимальная скорость 70 то есть у нас быстрый легкий танк абсолютно картонный с неплохой такой пушкой очень похожий на орудие от среднего танка по балансу это лтшка вполне себе неплохая заметно выше среднего на восьмом уровне но вот с лтшками которые про маскировку который про пассивный засвет где-то там стоять в кусту против таких лт в плане засвета пересвета мы не соперники елки или колесники нас пересвечивают поскольку у них заметно лучшая маскировка выжать им тоже полегче поскольку размеру не гораздо меньше поэтому мы как лт неплохие но есть лтшки которые более направлены на маскировку на засвет но мы и посвятить можем и урон накидать но вот какую-то елку в пустую пересветить это конечно тяжело при должном скиле на этом танке вполне можно показывать хороший результат следующий танчик который могу порекомендовать это т26 е5 патриот в последнем патче этому танку улучшили стабилизацию хорошо так улучшили скорость поворота ходовой улучшили точность улучшили сведение на пять километров улучшили скорость вперед и на два километра скорость назад танчик теперь ездит бодро стабилизация хоть какая-то появилась вполне себе можно на нем отыгрывать я конечно не являюсь фанатом этого танка я на нем когда-то давно набил три отметки и как бы все все время удивляло что на такой маленькой альфе у танка еще и плохая стабилизация все это время было но теперь с последним патчем стабилизация появилась и теперь для меня стало все понятно вот стабилизация вот небольшая альфа вот очень хороший дпм увн и комфорт единственно что альфа маленькая я даже этот танк расцениваю больше как средний танк нежели как тяжелый если мы встречаемся с танками более высокого уровня то лучше играть как танк поддержки поскольку броню прям ультимативно и супер сильный не назовешь конечно в топе можно хорошо поиграть от башни но вот на городских картах играя от корпуса от борта это все выглядит конечно тяжело но есть свой плюс есть свой минус некоторым этот танчик очень сильно нравится тем более в плане фарма за счет хорошего пробития он вполне себе хорош да и к тому же еще и обзор хороший переходим к следующему танчику это нас м x m4 мл 49 liberty в последнем патче его тоже апнули улучшили стабилизацию улучшили скорость поворота корпуса улучшили обзор было 370 сделали 390 даже улучшили сведение очень плохое сведение было 2 и 9 это было прям некомфортно теперь сведение 2 и 5 которое вполне себе можно разогнать до пайками оборудованием и хорошим экипажем слова пара до паки на фоне вы видите реплей который я подобрал и там до пайка нет поэтому орудие менее стабилизированная чем когда я играл и видим что до паек дает свои преимущества в плане комфорта стрельбы здесь точно так же как и у патриота так и у liberty 10 градусов у n и но вот патриот гораздо меньше гораздо ниже на нем играть от рельефов легче и удобнее тем более у патриота не такой слабый лючок как у ам икса нашего у француза у французского тяжа лючок гораздо слабее больше его легче пробивать поэтому если играете от рельефа прямо в ближнем бою то это будет та еще картина когда шишка за бугром катается ее все легко пробивают но вот в городских условиях на ам иксе гораздо легче играть чем на американском т26 и 5 патриот также здесь альфа больше здесь альфа 300 пробить и специальным снарядом 263 основным 232 здесь самое большое пробить основным снарядом среди тяжелых танков которые я могу порекомендовать за боны но пробить и специальным снарядом примерно такое же как у всех лично для меня ам x наверное более интересен чем остальные поскольку мне на нем легче отыгрывать против танков 9 10 уровня поскольку у патриота уж сильно маленькая альфа и там тяжело даже с одноклассниками бывает поскольку чтобы реализовать дпм нужно чаще подставляться играя от альфы гораздо легче но ам x имеет другие проблемы это лючок на башне это огромный размер и несложно пробивается борт но зато на нем не надо ромбовать просто показываешь лоб и все в порядке следующий танк который могу порекомендовать за боны это убийца защитника нашумевшие свое время это вк 75 0 1 к 490 альфа это конечно не шутки но эти не шутки несут за собой кучу минусов точность 0 39 увн и 5 градусов сведение 2 и 7 реализовать эту альфу нелегко также заднее расположение башни на башне имеется лючок все это пробивается броня не самая лучшая но она в принципе есть от борта поиграть можно но вот без военного от рельефа будет тяжело в основном это танк для городских условий давать тяжам альфу пробитие неплохое 226 специальным снарядом 263 каких-то проблем с пробитием нет наверное это менее популярный чем остальные танки которые я сегодня забавно рассказывал но по статистике он примерно такой же как и все остальные это лучшие танки забоны которые вообще можно было бы там найти они выше среднего прям плохими их не назовешь но вот сложными со своей спецификой и эти танки точно на любителя кому-то один понравится кому-то другой но что-то выбрать поиграть за боны можно вот допустим лично на мой вкус мне больше всего нравится amx m4 млес 49 liberty мне на нем легче всего играть и приятнее и я посмотрел по популярности этот танк наверное больше всего танкистам заходит также еще и лтшках и vk30 для любителей легких танков тоже вполне себе но я знаю что есть любители и t26 e5 никуда от них не деться ну и vk7501k по статистике гораздо лучше чем все остальное что есть в боновом магазине тем более я их иногда встречаю в рандоме кто-то их берет на данный момент это лучшее что есть в боновом магазине ну и мне очень сильно зашел ап амкса я на нем немного поиграл он реально стал комфортный и клёвый для меня лично он на первом месте среди всех танков которые сегодня перечислил но вы можете в комментариях написать какой вам танчик больше всего нравится сам бы варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачного дня пока